Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Франческо Хайес, итальянский художник, считается одним из идущих художников романтизма в Милане середины XIX века и известен своими грандиозными историческими картинами, политическими аллегориями и портретами. Родился 10 февраля 1791 года в бедной семье из Венеции. Франческо был младшим из пяти сыновей, его воспитывала сестра его матери, которая вышла замуж за Джованни Бенаско, состоятельного судовладельца и коллекционера произведения искусства. Хайес с детства проявлял склонность к рисованию, и его дядя, заметив его не по годам развитый талант, отдал его ученики к реставратору Венеции. Позже Хайес стал учеником художником Франческо Маджотто, у которого он продолжал учиться в течение трех лет. В 1806 году был принят на курсы живописи новой академии изящных искусств Венеции, где учился ур Теодора Мате Ини. В 1809 году выиграл конкурс от Венецианской академии на годичную стажировку в Риме. Оставался время до 1814 года, затем переехал в Неаполь, где Иохим Мюрат заказал ему написать крупные произведения, изображающие Улиса при дворе Алкиноя. В середине 1830-х годов он посетил салон Мафеи в Милане, организованный Кларой Мафеей. Позже муж Мафеи заказал Хайесу портрет своей жены. В 1950 году Хайес был назначен директором академии Брера. Проявил себя особенно плодовитым. Его работы включали исторические картины, призванные воззвать к патриотическому чувству его покровителей. А также работы, отражающие желание дополнить неоклассический стиль грандиозными темами, будь то из библейской или классической литературы. Также рисовал сцены из театральных представлений. Однако в его творчестве явно отсутствуют алтарные изображения, возможно, из-за наполеоновских вторжений, которые обезглавили многие церкви и монастыри на севере Италии. Я цитирую Википедию. В его портретах чувствуется интенсивность, энгра и назарянское движение. Часто сидящие персонажи Хайеса часто одеты в строгую черную-белую одежду, практически без аксессуаров. Известно, что в конце своей карьеры он работал с фотографиями. Одной из любимых тем Хайеса была полуодетая адалиска, напоминающая о восточных мотивах, любимой теме художников-романтиков. Изображения гаремов и их женщин позволили художникам рисовать сцены, которые были в то время неприемлемы в обществе. Был замечательным портретистом, многие знаменитые люди Италии почитали за честь позировать Хайесу при написании портрета. Также одной из его любимых тем была полуобнаженная женская натура. Начав как художник-классицист, Айес постепенно эволюционировал в сторону романтизма и салонного искусства. Картина художника «Поцелуй» была признана современниками одной из лучших работ и, возможно, является его самой известной работой. Научная оценка карьеры Хайеса осложняется его склонностью не подписывать и не датировать свои работы. Часто даты на его картинах указывают, когда работа была приобретена или продана, а не время ее создания. Более того, он часто рисовал одни и те же композиции по несколько раз с минимальными вариациями, если они вообще были. Среди его учеников из Академии Верера был Карло Бильджойзо, Амацио Катанео, Александра Факози, Джованни Батиста Ламперти, Лио Пикора и т.д. Хайес умер в Милане в возрасте 91 года. Его студия в Академии Верера отмечена специальной табличкой. Вот так вкратце из переводной википедии о итальянском художнике Франческо Хайес. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.